перед тем как приступить к самой медитации очень важно обсудить некоторые термины которые мы будем не использовать и тоже определенные вопросы связаны с этой медитации это то чем мы займемся в этом видео в нашей медитации мы с вами будем использовать образ личного рэба для этого образа вы можете выбрать любого человека без каких-либо ограничений и это может быть человек который живет сейчас или человек из прошлого это может быть кто-то с кем вы лично знакомы или лично незнакомы единственные критерии которые определяют выбор этого образа то есть определенные качества которыми обладает рэба какие-то качества во-первых рэба это человек у которого есть глубокая связь со всевышним можно сказать божественный человек во вторых это то что он должен быть ваш рыба то есть человек которому вы ощущаете духовную близость третий критерий это что рыбы очень любит людей и можно сказать что это тоже проявление первого качества его связи со всевышним есть еще один момент с рыбы которые стоит упомянуть поскольку в нашей медитации мы будем приписывать рыбы определенные сверхчеловеческие способности например мы будем говорить о том что рыбы знают все стадии вашего исправления понятно что ни один человек не в состоянии это знать поэтому это как бы кажется некорректно так говорить про человека но в нашей медитации рыбы будет иметь двойное значение то есть с одной стороны это будет определенный человек которого выбираете а с другой стороны рыбы и будет символизировать всевышнего и поэтому можно говорить что и рыбы обладают всеми качествами которые которыми обладает всевышний как например то что всевышний он всезнающий поэтому можно сказать что тоже рыбы всезнающие еще наши медитации мы с вами будем использовать такое понятие как место гармонии вы для этого образа можете выбрать любое место которое вы ассоциируете с ощущениями гармонии спокойствие рекомендуется выбрать какое-нибудь место на природе но это необязательное условие помимо самого выбора места очень стоит обратить внимание на детали которые его характеризуют такие как например время дня погода ясное небо так что можно видеть звезды вот и и и и и и и гармония. Существует еще один важный момент, который, возможно, стоит разъяснить перед тем, как приступить к медитации. И тут мы говорим о том, что Рэбб знает каждый этап вашего исправления. Это то, что мы будем, одна из мыслей, которую мы будем использовать в медитации. И для того, чтобы понять контекст этой мысли и правильно понять вообще, откуда она берется, очень важно осознавать, что Тора нас учит, что основная миссия человека в этом мире, почему Всевышний спускает человека в этот мир, это исправление его души, чтобы человек прошел этот процесс исправления. Наверное, не совсем верно было бы изъявить, что это единственная цель, почему Всевышний спускает человека в этот мир, поскольку в наших святых книгах тоже другие аспекты этой цели разъяснены, как, например, познание Бога или подготовка к грядущему миру. Есть много разных аспектов. Но, безусловно, можно сказать, что вот этот мотив исправления души – это один из центральных мотивов, который встречается во многих святых книгах. Ну, например, пишет Гаун Мивильно, что основная задача человека в этом мире – это именно исправление медот, то есть качество характера. Вот. Я надеюсь, что мы с вами на этом прояснили самые основные термины и вопросы, связанные с нашей медитацией. И сейчас я бы предложил, что все, что вам требуется для того, чтобы приступить к медитации, это выбрать вашего личного рэба и также ваше место гармонии, учитывая все детали этого места, и тогда вы будете готовы приступить к самой медитации.